Куришь, пьешь и не женат, значит Путин виноват. Достижение Оренкевича – proud to be gay, горд быть геем. Нам очень большие вопросы к девочке. Кстати, приезжал в Латвию без котлет. Где котлет? Никто из ваших премьер-министров, прости господи, не снимался в порнофильмах. Нынешняя премьер-министр Латвии Авика Силани – порноактриса и гордится тем, что она снималась. Латвийские пограничники ходят, вооруженные по территории Белоруссии. Это как? Русские матушки брали тела этих детей и хоронили. Я не знаю, что за дело. Я не знаю. Я узнал об этом из газетных заголовков. Статья 74.1. Преступление против человечности, оправдание военных преступлений, оправдание преступлений Российской Федерации. Какие преступления Российская Федерация совершила? Какой суд это признал? Где приговор? Не знаю. Наказание от 13 лет до пожизненного. Сидел молча, ничего никому не говорил. Один раз пришел на эфир к Володе Соловьеву вечер на канал «Россия-1». Наверное, факт прихода – это во-первых. Во-вторых, я сказал, что Россия делает святое дело на Украине. Вот так я сказал. Больше ничего не делал. Я поддерживаю сторону здравого разума. Понимаете, нельзя трактором ехать по могиле моего деда. Он Берлин брал. Он участвовал на параде Красной Армии. В Берлине он видел фельдмаршала Монгомери. Прямо рассказывал, что в метре на танке проехал, где союзническое командование принимало парад. Он вырастил меня. Он был вместо папы мне. Ну, как я могу это поддержать? У меня так получилось. Родители развелись. И человек, который он называл мой отчим, ну, при живом отце, это, конечно, смешно, его отец Павел Васильевич Сарычев в 1942 году погиб в Карелии на Кюстинском направлении. Его жена, вдова, сдружилась в Латвийской ССР с Алексеем Николаевичем Косыгином, премьером Советского Союза. Он часто бывал в Юрмале, она работала на консервном заводе Кае. Очень сдружились. Однажды она, Надежда Андреевна, попросила Косыгина, найдите могилу моего мужа. Косыгин, вероятно, дал какие-то указания КГБ, копали карельские болота и не нашли. Вот для меня каждый памятник в Латвии был могилой Павла Васильевича. А сейчас их снесли. 550. Ну, как я могу это поддержать? Это российская страна или не российская? Я встал на чью-то сторону или не встал? Вот моя история, это история моей семьи. И дети мои. У нас не отмечается в Латвии 9 мая. Ни как праздник, ни как выходной. Я просто писал записку, что дети болеют в школу. И каждый год мы ходили, у меня их трое. Ну, вот как это? Я встал на чью-то сторону или нет? Ужасно больно. Ужасно больно. Они тракторами, понимаете? Тракторами по могилам. Они раскопали 4 кладбища в Латвии. В Литве еще больше. Они даже вскрыли то место, где они хранят бетон перемолотый. То, что осталось от памятников. Засекретили. Поставили гриф гостайны. Как я могу быть на их стороне? Те, кто понимают в кавычках агрессию России против Украины. Им нравится, когда гибнут дети и растет аллея ангелов. Им нравится, когда появляются все новые и новые горловские Мадонны. Девочка Кристина, убитая ракетой. Умерла, обнимая своего ребенка. Ну, им нравится. Макаревичем, Галкиным. Кто там еще? Пугачевым. Кто там в первых рядах? Это как? У меня же у всех дети есть вроде. Такие же дети, как в Донецке. В 16-м году на аллее ангелов было более 200 именно. Сейчас сколько? Я не знаю. Может, уже тысячи. Мы с вами сейчас говорим, а они гибнут. Они продолжают гибнуть, пока мы с вами сидим в теплом помещении, в студии, говорим на отвлеченные темы, пьем кофе, гуляем по мирным улицам. Они гибнут. Маленькие совсем. Я в Риге до отъезда сюда поехал на Покровское кладбище. Оно православное, церковное, рядом с Покровской церковью. Но в годы войны русские монахини хоронили детей, у которых выкачали кровь в Саласпилском концлагере и трупы выбрасывали. Русские матушки брали тела этих детей и хоронили. Их там много захоронено. У многих нет имен. Просто прочерк. Но те, у которых есть имена, иногда есть год рождения и год смерти. Полтора года, два года, три года. Вот эти Макаревичи, они как? Он был вообще на таких кладбищах хоть раз? Где угодно? Не на Покровке в Риге, в Москве, на Украине. Ну, это же все продолжается. Как они могут так говорить? Мне вообще абсолютно все равно, что про меня подумают, на чьей стороне поддерживаю агрессора. Вообще плевать. Не в этом дело. Совсем не в этом. Дело в том, что мы либо человеки, либо мы не люди. Если мы человеки, мы должны понимать чужую боль. Мы должны понять, что простые русские люди, говорящие на русском языке, как я, представители моего народа, русского, Донбасса, имеют право на свою школу, имеют право на свои памятники, имеют право на свою веру, имеют право жить так, как они хотят. И они же не требуют себе ничего эксклюзивного. Они просто хотят водить детей в садик или в школу без обстрела. По воскресеньям ходить в свою церковь. Чтобы у ребенка было папа и мама. Больше ничего. Никто не хочет улучшать отношения с Белоруссией. Никто. Ни Латвия, ни Прибалтика, ни Европейский Союз. Они делали вид, что как-то пытаются выстроить диалог, но это была такая профанация. Они говорили, что мы сейчас там какую-то квоту на Лион отменим, чтобы Белоруссия продавала какую-то лабораторию под Минском построен по контролю за качеством продовольствия. И она была построена. Кстати, я там был. но никто на самом деле не видел в Лукашенко равноправного партнера. Это такое, знаете, европейское высокомерие. Они говорят, что вот мы равны, но на самом деле мы не равны. Белоруссия не ровня, говорят они. Белоруссия это там какая-то отсталая страна, сателлит Путина, пособник агрессора. А то, что там живет 10 миллионов человек, я извиняюсь, это 15 Эстоний, 12 Латвий и 4 Литвы. Это Чехия. Страна, как Сербия, только по населению. Это огромная страна по европейским масштабам Белоруссия, 10 миллионов человек. Вот это как-то 10 миллионов человек они вот не учитывают. Нету этих 10 миллионов человек, простых белорусов, граждан Республики Белоруссия. Конечно, можно наладить все. Диалог и отношения. Если есть желание. Политика вообще делаться очень просто. Не или не знать. Есть желание, иди говори. Нету, ну ты начинаешь кривляться перед телекамерами, искать какие-то поводы, говорить там, Лукашенко что-то не сделал, что-то вчера заявил, завтра куда-то поедешь. Ну что за чушь. Всегда можно отношения улучшить. Тем более Латвии, у которой общая граница. Огромная по протяженности с Республикой Беларусь. Огромная. У нас только 100 тысяч этнических белорусов живет в Латвии. И они граждане Латвийской Республики, а живут веками. Они тоже недограждане Латвии, они тоже там, как сказать правильно, слуги Лукашенко, пособники преступников, ну это же граждане Латвийской Республики. У них есть родственники Беларуси, у них там могилы, у них там родные дома, печки дымятся. Переходов становится все меньше и меньше. На границе, имею в виду, КПП. И не Беларусь закрывала эти КПП. Латвийские пограничники ходят вооруженные по территории Беларуси. Это как? Они что, не понимают, что они нарушают суверенную территорию другого государства? Конечно, понимают. Но они же не дураки. Почему они провоцируют? Они ждут, что погранкомитет откроет огонь на поражение, а потом раздуем в европейской прессе, как, значит, там эти слуги страшного режима убили демократических европейских пограничников. Это провокация. Это чистой воды провокация. Это то, чем занимается Литва, например, соседи наши. Я тут с Аказии приезжал в Минск полгода назад на автобусе через Литву. Вот, я не понимаю, это граница еще далеко, несколько километров, а уже стоят бело-красно-белые флаги. Почему они там стоят, подъезжая к границе Беларуси? Что, литовцы не знают, какой официальный флаг у Республики Беларусь? Какой герб? Какой гимн? Конечно, знают. Вот зачем это? Они что, не знают, что нацисты воевали в годы Великой Отечественной войны под бело-красно-белым флагом. Знают. Почему они ставят? Они демонстрируют, что они нацисты, что они фашисты. Что делают литовцы, ставя флаги вдоль границы с Республикой Беларусь? Бело-красно-белые. Зачем они это делают? У меня нет ответа. Я так, знаете, пытаюсь сам себе задавать вопрос каждый раз, и каждый раз не могу найти ответа. Зачем? Или они там ждут, что там, не знаю, там. Александр Григорьевич пошлет какие-то танки эти флаги снимать? Тоже провокация. Потом постоянное учение именно в так называемом Сувалкском перешейке или в Сувалкском коридоре. Маленькая такая узкая территория Литвы между Калининградской областью и Республикой Беларусь. Вот как бы там в разных концепциях стран НАТО существует такое утверждение, что если перекрыть Сувалкский этот самый коридор, то значит страны Балтии останутся без сухопутной поддержки со стороны НАТО. В военных стратегиях есть такое. Но почему они именно там проводят учения? Они действительно ждут, что Александр Григорьевич перекроет этот коридор. То есть вот Лукашенко держится, я завидую его мужеству. У меня, наверное, нервы давно уже сдали. А он держится. Он не поддается на провокацию. Он не снимает флаги на территории Литвы, не обстреливает латвийских пограничников, которые давно уже топчутся на суверенной территории Белоруссии, не пробивает Сувалкский коридор в Калининградскую область. Но Лукашенко очень сильно хотят втянуть войну. Хотят, чтобы все вы, 10 миллионов человек, граждан Республики Белоруссии, почти 10, стали, значит, пушечным мясом для этих натовских орудий. Лукашенко говорит, нет, это мой народ. Не надо, не трогайте, не лезьте. У Лукашенко громкий голос. У президента Ренкевича сипло слабый. Лукашенко семьянин, жизнелюб. Ренкевич первый президент гей в мире. Он гордо об этом заявил. Лукашенко гордо заявляет в социальных сетях и на телеканалах, сколько там урожая собрали, сколько заводов построили, сколько там подняли пенсию, не подняли. Если не подняли, то почему жить надо посредством достижения Ренкевича Proud to be gay. Гордо быть геем. Это знаменитый его твитер, твит в твиттере еще в 12-м году. Лукашенко говорит, я за мир. Никогда не забуду его фразу, когда был «Минск-2», это был февраль 2015 года, встречались Меркель, Аланта, Путин, Порошенко, сидели они долго. Александр Григорьевич потом в одном из интервью сказал, я же им два ведра кофе лично разлил, по чашкам ходил, создал эту площадку диалоговую. Это вообще в политической культуре белорусов. Быть такой платформой для того, чтобы воюющие стороны перестали стрелять друг в друга. Это вообще в вашем национальном характере, быть миротворцами, мирить людей, поругались, давай сейчас помиримся. Такое вот, это очень белорусское, это ваше эксклюзивное белорусское. Он два ведра кофе разлил Лукашенко, да, этим, Оланду, Меркель. А Оренкевич нет, Оренкевич говорит, давайте закроем Балтийское море, чтобы пассажирские суда России не могли ходить по Балтийскому морю, самолет летать гражданский. А что сделает президент России Путин, если хотя бы одно судно будет арестовано на Балтийском море? Наверное, президент будет защищать своих граждан. Наверное. Он это обещал по Конституции. Оренкевич не понимает, что это начало войны. Почему он ведет мою страну к войне? Лукашенко это не делает, продолжая сравнивать. У вас разные премьер-министра были за последние годы. Некоторых я знал. Сидорский, Головченко. Но никто из ваших премьер-министров, прости господи, не снимался в порнофильмах. Нынешняя премьер-министра Латвии Ави Кассилани, порноактриса, и гордится тем, что она снималась. Разные были премьер-министры в Белоруссии, продолжают. Но никто не занимался этим. Я долго думал над феноменом Тихановской. Честно. Но вроде как-то она такая молодая, там муж в тюрьме сидит, все плохо. И я уже не был депутатом Европарламента в 2020 году. Я был помощником другого евродепутата, работал там по контракту один год. И она пришла в мой бывший комитет по иностранным делам как раз осенью 2020 года. выступала. Я подумал, боже мой, какая дура. Ну, понимаете, вот бывают женщины, а прелесть какая глупенькая. И бывает ужас, какая дура. Вот Тихановская это вторая, она просто дура. И как-то там она хвасталась какими-то котлетами, но я не знаю, сможет ли она котлеты сделать. Что она несла? Что она говорила про политику? Что она там несла про свою страну? Хорошо, тебе не нравится Лукашенко? Так бывает. У Лукашенко профессия такая, президент. Его будут критиковать, жестко критиковать. Это профессия публичного политика. А 10 миллионов человек? А страна? А государство? Ну, не будет Лукашенко. Вот нет его, предположим. А государство осталось? А ты как к стране относишься? Я вообще, кстати, своим белорусским друзьям говорил, почему вы в 2020 году в августе, в сентябре на телеканалах в СМИ стали как-то ретушировать программу оппозиции, программу Тихановской. Читать надо было. Мы запретим русский язык. Мы перекроем границу Российской Федерации. Это надо было читать. Это их официальная программа. И белорусы, которые, может быть, купились на красивую прическу Тихановской по первости, послушав эту программу, но точно бы тут двух дней не может. Ну, потом, там уже, конечно, все узнают, что они хотят, те оппозиционеры. Что добиваются? В Прибалтике простые люди очень критически относятся к Тихановской и не понимают, почему она живет с охраной в отдельном замке уже столько лет в Вильнюсе за счет налогоплательщиков литовских. Литовцы это не понимают. Это там Шаманити, можно сказать, премьер-министр Литвы. Но это не скажет какая-нибудь там тетя Рута простая. Тут как бы все сложно. Народ не всегда выходит на улицы с транспарантами, но на кухнях-то они в общем-то свою оценку выносят и приговоры-то Тихановской давно уже вынесли. В Эстонии кто ее любит? Кая Каллас, которую я лично знаю, потому что она была депутатом европейского парламента в мое время до того, как стала премьером. Папу знаю коммунистического активиста Сима Калласа. Он и там успел побывать, и там еврокомиссаром был и премьер-министром. А простые эстонцы спроси, тебе что, кусок хлеба надо или ты готов деньги отдать на содержание Тихановской в Вильямсе? Ну, конечно, кусок хлеба. Поэтому то, что ее два раза показали по официальному государственному телевидению, совершенно подцензурному, совершенно несвободному под премьер-министром Латвии, находящимся в Латвии, это еще ничего не значит, что Тихановскую так дико все там любят. Нам очень большие вопросы к девочке. Кстати, приезжал в Латвию без котлет. Где котлеты? Я помню, встречался с покойным премьером Литвы Бразаускасом бывшим и спрашивал, а что это в советское время в Литовской ССР были такие хорошие дороги, а в Беларуси такие ужасные были, даже магистральные. И Бразаускас тогда ответил, говорит, мы за три квартала использовали весь годовой бюджет на строительство дорог в Советском Союзе. Потом я, то есть он, Бразаускас, ехал в Москву, говорю, а белорусы не успевают, а можно я еще квартальный бюджет на строительство дорог белорусский возьму до конца года. Ему, как правило, в Москве говорили, да, можно. Поэтому в Литве хорошие дороги, а в Беларуси были под конец Советского Союза не очень хорошие дороги, мягко говоря. И это то, какую страну принял Лукашенко в начале 90-х, в 2004-м, в частности. Потому что аграрная страна, большие предприятия, они самые экологически чистые, большой город, Минск, ну и Гродно, и Брест, и Витебск, естественно, тоже там большие города со всеми проблемами коммуналки и чистоты на улицах и вывоза мусора и всего остального. А сейчас Белоруссия конфетка. Причем я за раз такая, там еще по дворам пошастую посмотрю, и во дворах тоже чисто. Там тоже мусорники стоят, как бы вот, аккуратненькие. Это то, что сейчас есть в Белоруссии. А Лукашенко сохранил весь индустриальный потенциал. И что такое завод? Это в первую очередь инженеры и чертежи. Вот распустишь инженеров, как в Латвии пойдут они торговать носками на базар, все, РАФа нету, БЭФа нету, завода Альфа нету, радиотехники нету в Риге. А в Минске МАС как-то есть. И даже когда Тихановская котлета разносила в 2020 году, МАС как-то не стал бастовать целиком. А были отдельные товарищи, но в целом в принципе производят то, что производили, новые модели. Сельское хозяйство. Ну вот если вы когда-то попадете в Латвию, вы не просто увидите нераспаханные годами уже землю сельскохозяйственную, даже в Латгале рядом с Белоруссией, вы увидите бурьян не кошенный годами. Сухой стоит, потом ног вырастает, потом опять засыхает осенью. У Лукашенко как-то я не видел так, чтобы какие-то поля были нераспаханные. Только снег сошел, трактора уже пыхтят. И у меня было одно приключение, в общем оказался я в такой совсем сельской местности в поздний час, когда ничего не уходит. Вот. Подлетает ко мне тракторист, беззубый такой, простой уже, темно, совсем все пашет. Чего, куда я тебя подвезу, давай. Такая вот душа такая, понимаете, такой светлый человек. Че он там делает ночью? Почему ему пахать надо? Почему? Вот он такой жизнерадостный, спать уже пора. Иди водку пей. Нет, он землю пашет. И он, конечно, подвез меня. То есть это вот такой вот, я не знаю даже, как его зовут. Я не спросил его имени. Вот такой вот. Едет на своем тракторе Беларуси и песню напевает. В Латвии нет такого. Идея многополярного мира взялась от идеи однополярного мира, а последнее придумали американцы. Они считают, что они главная и большая страна на планете. Отчасти это правда, страна действительно большая, там много производства, много ученых, много всего, чего американцы сделали, куча айфоны, которые мы носим в своих карманах. В общем, неплохой телефон, американцы же придумали. Поэтому они такие считают, что они в центре и весь остальной мир рано или поздно должен как-то им служить, прислуживать, быть частью их экономики, быть частью их валютной системы или, по крайней мере, внешнеторговых расчетов, ну, в смысле, в долларах. Вот. Поэтому американцы так это считали, что они главные. Плюс они, конечно, выиграли холодную войну. Они добились распада Советского Союза, они добились того, что мы, вот и ши, белорусы, киргизы, эстонцы, разругались в пух и прах. И больше между нами сейчас, казалось бы, разного, чем общего. Но так жить нельзя. Так не хочет жить ни Белоруссия, ни Киргизия, ни Мьянма, которая приехала, кстати, на белорусский форум, организованный Министерством иностранных дел Республики Беларусь, вот, проходивший на днях в Минске. Так все жить не хотят. Хотят, как бы, по крайней мере, быть хозяином в своем собственном доме. Никто не... там Мьянма не заставляет Латвию жить по законам Мьянмы, но у себя они хотят делать то, что они считают нужным для своего народа, для политики и так далее. Поэтому идея многополярного мира, она как-то органично вытекает. Ее вербализировал неоднократно и ваш президент Александр Григорьевич Лукашенко, и президент России Владимир Владимирович Путин, и многие-многие другие политики, не обязательно из России или из Беларуси. Пока не все это понимают, пока политические элиты еще привязаны долларом ли, обязательствами ли, коллективными договорами ли, вроде НАТО, но как-то они продолжают танцевать под дудочку американцев. А в некоторых странах, опять-таки, например, в моей, в Латвии, премьер-министр Каринч, бывший, он просто был в прямую гражданином Соединенных Штатов Америки. Советник президента Латвии по национальной безопасности, я не скажу, ценный, бригадный генерал Великобритании, гражданин Великобритании, Соединенного Королевства. Артис Пабрикс, вообще бывший министр обороны, советский комсомолец, на всякий случай взял гражданство Германии, потому что жена его латышка из Германии, из эмиграции, послевоенной. Зачем тебе паспорт гражданина Германии, если ты гражданин Латвийской Республики и министр обороны? Это такой наш ястреб, который вот эти все идеи вербализировал, как там обстреливать Беларусь, куда мы попадем, насколько глубоко снаряды залетят на территорию Беларуси. Ну, это к вопросу обо всем остальном, о военных угрозах и так далее. Вот на всякий случай взял себе гражданство Германии. Зачем? Не веришь в свою страну? Договоримся или не договоримся в ближайшие пять лет? Не знаю. Это все зависит от политиков. Я бы договорился. Дайте порулить, я бы договорился. Я бы там пошел, не знаю, в приемных сидел, бегал бы за президентами, меня бы услышали. Нет желания договориться? Другой вопрос. Нет желания говорить. Сидеть, смотреть вот так на стуле. Смотреть в глаза своему собеседнику. Что-то ему говорить, а потом попытаться услышать какие-то аргументы в твою сторону. Этого желания нет. Я не думаю, что в ближайшие пять лет планета глобально договорится. Не договорится. Но в течение, может быть, десяти лет это реально. Это очень субъективная моя оценка. Она больше базируется на каком-то интуитивном чувстве, чем на выкладках, потому что политику просчитать невозможно. Через десять лет мы имеем шанс жить вообще в принципиально другом мире. Мире, который не будет стоять на грани ядерной войны. А сейчас мы там находимся. Мир, который не будет зависеть от дрожащего пальца на кнопке, которая при нажатии пустит ядерную ракету. И все. Дорогие наши американские товарищи разожгли несколько больших костров войны. в Ливии, в Ираке, в Афганистане, в принципе, в Сирии до войны было, наверное, миллионов 25, а потом, наверное, миллионов на 10 меньше стало, начиная с 2012 года. А я Сирию хорошо знаю. В общем, во всех этих странах появились миллионы человек, у которого нету дома, нечего кушать, нет работы, дом там разбомблен, и они слышали, что в Европе очень хорошо. Еще Меркель сказала, добро пожаловать в свое время. Они туда пошли. Как пошли, так пошли. Кто-то пошел через Республику Беларусь, но такой транзитный путь тоже есть. Вот они пересекают границу Европейского Союза. А там им не только не говорят «велком», как сказала Меркель, там им лучше случае их выпихнуть назад на территорию Республики Беларусь, в худшем случае убьют. Или полуживого бросят на земле с отмороженной рукой и ногой, которую потом придется ампутировать. Вот это вот судьба этих несчастных людей, которым я очень сильно сочувствовал. По-человечески, просто по-христиански. В чем виноваты эти люди? Ну, в том, что их дом разбомбили. Такие же вот кореньши, только ближневосточные друзья американцев. но почитаешь западную прессу, кто виноват? Правильно, Лукашенко. Это он, это вообще бред силы кобылы. Это Лукашенко организовал поток беженцев, прям курирует этот поток, специально засылает их в Европу, чтобы потом, значит, там подорвать какие-то устои. А вы не пробовали вспомнить просто, что было в Ливии, где оказался полковник Каддафи в каком холодильнике вообще с разделенным, расчлененным телом? А как Хусейна повесили на Новый год 31 декабря с американским судом под охраной американских пехотинцев? Ну как-то, ну при чем здесь Лукашенко? Да, куришь пьешь и не женат, значит, Путин виноват. Вот то же самое, вот постоянно такая глобальная подмена понятий происходит. Если бы не было вот этих вот воин на Ближнем Востоке в частности, то не было бы потока беженцев. Если бы Меркель не сказала приезжайте, они бы, наверное, поехали, но в сильно меньшем количестве. И сейчас они строят границу, сейчас они, значит, смотрят, как эти беженцы царапаются о колючую проволоку, которую поляки, литовцы, да и мы латыши накрутили на границе с Республикой Беларусь. Да, в общем-то, такое тяжелое такое препятствие, которое надо преодолеть человеку, который идет. Причем, он говорит, мне в Беларуси ничего не надо, мне даже в Латвии ничего не надо, мне в Германию. Там Меркель сказала welcome, а их вот перекидывают назад. Это ужасно, эта ситуация будет тоже очень долго происходить, потому что Ливию никто не собирается восстанавливать, вооруженные формирования и там, и там, и там, и в Ливии, и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане продолжают между собой выяснять отношения как-то не до простого народа, люди будут продолжать бежать. И, к сожалению, работники Погранкомитета Республики Беларусь будут вынуждены в ближайшем будущем находить новые новые трупы или просто раненых беженцев на этой линии разделения границы Беларуси и сопредельных государств. К сожалению. У меня все родственники из Латвии, гражданин Латвии, Латвия моя страна, но родился в Ленинграде, прожил там два месяца после своего рождения и в мае 76-го дедушка меня перевез в Ригу и, в общем-то, они с бабушкой меня там кормили, растили, пеленки меняли и так далее. А потом мама вернулась после учебы. Ну, есть месторождение Ленинград и что теперь? А если бы у меня было месторождение Варшава, Польша, я бы был тут другом всех, другом Тихановской был бы, или как, что, где эта логика, где эта цепочка порванная? А если бы у меня там месторождение было Нью-Йорк, так что я сразу был бы там какой-то самый демократический общественный деятель на планете, ну, понимаете, это те, кто шлепают языками, те, кто пытаются этих блох найти и вытащить, ну, делать много свободного времени. Понимаете, я вот иногда друзьям отказываю во встрече, мне времени жалко. Я за это время смогу что-то сделать, написать, куда-то сходить, с кем-то поговорить, интервью записать, человека почувствовать. Она говорит, а давайте там я хочу Мамыкин, я хочу с вами поговорить. Да я не хочу с вами говорить. Я хочу жить жизнью такой полноценной.